всем привет дорогие друзья видео которое вы увидите далее оказалось немного скомканным при посещении больницы мне к сожалению запретили снимать и даже подошел охранник и сказал чтобы я все удалила поэтому я снимала как получилось но надеюсь что это видео даст вам как хоть какое-то представление о том как выглядят частные больницы в алании в принципе частные больницы не отличаются от государственных я имею ввиду палаты в принципе все стандартно и как в частных как в государственных больницах и теперь в алании появилась новая государственная больница которая мне кажется выглядит еще круче частных поэтому когда вы приезжаете в аланию когда вы поезжаете в отпуск вы едете в отпуск неважно в турцию какую-либо другую страну обязательно обязательно оформляйте страховки. Ну, а далее смотрите видео о частной больнице. Как получилось, так получилось. Сейчас Айхана измеряет температуру. Сегодня мы приехали в больницу Анадолу, потому что у Айхана высокая температура. Сначала пришли в экстренную помощь. Нас отправили к врачу. Это частная больница. Выглядит она вот таким вот образом. Нас отправили врачу. У него болит горло. В общем, посмотрим, что скажет врач. Вот так вот выглядит главный холл больницы. На прием к врачу можно записаться как по телефону, так и придя сюда в больницу. Частная больница Анадолу-Хастанаси находится недалеко от большого автовокзала в конце Алании. Практически на выезде из Алании. Сюда мы приходим к некоторым специалистам, например, к окулисту и к врачу ухо-горло-носу. Насколько я знаю, прием стоит 100 лир для иностранцев. И если у вас есть страховка, обязательно спрашивайте про страховку. Кстати, вот что интересно в Турции. При входе в больницу никто не меняет, не надевает ни галоши, не снимает ни обувь, ни верхнюю одежду. Вот так вот выглядит холл. на этом аппарате можно взять талончик и записаться к какому-либо из врачей. Когда вы заходите в больницу Анадолу, здесь есть отделение для турецких граждан и с этой стороны отделение для иностранцев. Здесь есть также столовая, еще есть различные отделения, очень большая больница. Здесь также на первом этаже проводят различные анализы типа МР и так далее. И я выяснила для вас очень важную информацию по поводу страховок. Поэтому, когда вы приезжаете в Турцию, обязательно делайте страховки на себя, на детей, не важно, когда, на сколько вы приезжаете и когда вы приезжаете. Не забывайте делать страховки. Мы уже ходили в государственную клинику. Прием в государственной клинике стоит 50 лир, только прием. И если у вас есть страховка, в принципе, с частными страховками там какая-то непонятная ситуация. Если вы попадаете в частную клинику, мне сказали, что прием у врача здесь стоит 160 евро. Представляете, 160 евро без страховки. Если у вас есть страховка, то я взяла для вас номер телефона и адрес электронной почты, на которой вы можете написать на русском языке и узнать, какие страховки принимают непосредственно частные страховки принимают непосредственно в этой частной клинике в Алании. Если у вас будет страховка, с которой есть договоренность у этой клиники, то вас здесь примут бесплатно. И, конечно же, потом страховая оплатит все суммы лечения. Но не все, в зависимости от того, какие у вас проблемы. В общем, друзья, не забывайте делать страховки и пишите на эту электронную почту для того, чтобы узнать наверняка, какую страховку делать, чтобы она работала в Турции. Это касается только Анадолу Хастанаси в Алании. Потому что у разных клиник есть разные договоренности с разными страховыми компаниями. Ну, а сейчас мы ждем врача для Айхана и посмотрим, что он скажет, что он ему лучше. В общем, друзья, Айхана положили в палату на полтора часа. И вот таким вот образом выглядит этаж обычной больницы. мы пришли в кафе. Сейчас покажу вам, как выглядит кафешка на крыше больницы. Я здесь еще ни разу не была и слава Богу. Вот такая вот солнечная погода и кафе на крыше больницы. Почему Айхан заболел? Потому что две недели назад он не долечился. У него болело горло. И как вы видите, он опять где-то простыл. И естественно, мы пришли к доктору. Доктор сказал, что все здесь заложено, нужно полежать в больнице два часа. Поставили ему капельницу. В общем, друзья, если вы болеете, только заболевать обязательно идите к доктору. Чуть позже покажу вам палату, в которой вы лежите. Многие вещи я не пробовала в жизни, например, такие как гамбургеры. Я никогда не была в Макдональдсе, не ела ни гамбургеры, ни бургеры из Бургер Кинга. И, представляете, я ни разу в жизни не ела донатс. Почему? Не знаю. Как-то они меня не привлекали. Не знаю. В общем, пончики-пончики. А сегодня пришли в больницу, и я решила попробовать вот такой вот донатс. Я не знаю, конечно, насколько он вкусный. Все от них просто фанатеет, но я не фанат сладкого. Поэтому попробуем вкусный ли. Кстати, обязательно пишите под видео в комментарии, любите ли вы донатсы. Ну, я не знаю, попробуем. Ничего особенного. Болха, сладкая. Ничего особенного. В общем, Майхана положили в палату. Покажу вам, как выглядит палата. Кстати, мне запретили здесь снимать. не знаю, почему. Палата выглядит таким образом. Здесь есть кровать, окно. Еще есть вот такая душевая кабина. Душевая кабина, туалет. Вот так вот все это выглядит. Палата с телевизором. небольшая палата, но очень хорошая. Такой вот вид из окна. И Айхан лежит. Переболел, но не долечился. В общем, и здесь есть план эвакуации при пожаре. Как вы видите, видео оборвалось на том, как я снимала Айхана в палате, в которой он лежал. Далее, как я уже сказала, мне снимать ничего не разрешили. Поэтому я надеюсь, что информация для вас была полезной. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Ну и, конечно же, комментируйте, задавайте вопросы. На что смогу, на то отвечу. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока. Пока.